Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вам очередной стример по хищнику. Трудно классифицировать, для какого хищника предпочтительнее. Изготавливался он для жериха. Довольно-таки успешно откликается практически любая другая рыба. Давайте изготовим в том варианте, в котором я изготавливал для жериха. А вы, используя разные модификации, сможете для себя изготовить под окуня или же даже плотву. Я выточил латунный конус, огрузил хорошо крючок, сделал его незацепляйкой. Величина его составляет 1.0 крючка. Берем вот такой небольшой пучочек красного меха песца. Крепим его так, чтобы он огибал у нас цевьё. Равномерно со всех сторон. Подкрепили. И теперь рядом методом черепицы, то есть накладываем материал сверху, уже не огибая его, закрепим белый мех песца. И следующий хвостик у нас будет из чёрного меха. Белого я беру несколько больше и несколько длиннее. Для аэродинамики, вернее гидродинамики. Потому что если короткий хвостик, при быстрых проводках наш стример начинает прокручиваться, работать как девон, что не всегда нам необходимо. И совсем-совсем уже гораздо меньше, только лишь для того, чтобы нам обозначить контур, я вот взял щепоточку чёрного меха. Также прихватываем его здесь. Прихватили. Пока материал не крепим, я беру люрекс, который плоский. Можно использовать любые практически украшения. Так как рыба убивает стример значительно раньше, чем хороший качественный люрекс вы примотаете. Поэтому ёлочные украшения здесь тоже годятся. Подмажем немножечко клеем, чтобы не мешал нам хвостик, как обычно. Вот так. И теперь на месте крепления хвостика, чтобы не проматывать 25 раз по одному и тому же месту, я буду крепить блестящий элемент, которым я буду обматывать. Это вот такая фольга с упаковки. И буду крепить леску для сегментации. Леску я взял приблизительно по диаметру 0,12-0,14. Толщина нежелательна, так как будет немножечко некрасиво выглядеть наше тело. Цвет и всё остальное можете подбирать для себя, как вы сочтёте нужным. И теперь здесь, в этом же месте, я креплю обыкновенные остатки, вот такие вот шпагата, который вот у меня был. Будем из него, не из даббинга, мотать наше тело. Так как бессмысленно портить даббинг, если можно обмотать вот таким шпагатом. Прихватили весь материал, убираем теперь нашу нить, промажем клеем. И теперь с помощью нашего шпагата мы изготовим цилиндрическое тело. Я промотал шпагатом тело, придал такую конусность. И у хвостика закрепил, мне попалась довольно-таки привлекательная, вот такая тесьма разных расцветок. Два кусочка в равных, одинаково с одной и с другой стороны. Теперь я беру нашу фольгу и начинаю плотно, в натяжечку проводить обмотку. Если у вас по каким-либо причинам нет, допустим, такой блестящей фольги, можно с успехом использовать и обыкновенную полиэтиленовую плёнку. Но тогда надо будет добавить блестящего люрекса или каких-либо других элементов в наше тело. В натяжечку не стесняемся, потому что плёночка достаточной ширины и имеет нормальную крепость. Доходим до крепления нашего конуса и здесь закрепим наш люрекс. Остатки отрезали. И теперь нам необходимо, с одной стороны, я сейчас показываю, с одной стороны вот так я отрезал кусочек, и с другой стороны параллельно нам уложить, создать как бы боковую линию. Цвета этой ленты есть разные, чем она меня и подкупила. То есть достаточно можно плодотворно комбинировать и стримера, и нимфочки, и разные другие мушки. Закрепили. И теперь для того, чтобы более качественно держалась наша тесьма, мы промажем немножко клеем, хорошо промотаем и остатки отрежем. Вот у нас вышла такая симпатичная боковая линия. И теперь для того, чтобы нам окончательно закрепить всё, понадобится наша лесочка, о которой я говорил. И теперь аккуратно, для того, чтобы не утянуть ни влево, ни вправо нашу тесьму, с хорошим продавливанием, что позволяет предварительно наше изготовленное тело из тесьмы, начинаем сегментировать наше тело. Можно использовать проволоку. Как и что вы сочтёте необходимым, пожалуйста, пробуйте. Вот так. Если у вас, допустим, как вот у меня, леска срывается, так как конусность большая, подготовьте, подвиньте крючок так, чтобы вам было удобно. Леска срываться не будет. Закрепили нашу леску. И остатки отрезали. В разных вариантах вы можете использовать здесь, как делать вверху крылышко. Но, учитывая то, что у нас проводки очень большие, скоростные, и стример рассчитан на погружение больших глубин, поэтому мы здесь с вами сделаем опушку. Я подготовил вот такое пёрышко. Света шартрес. Хорошо работает, проверено, поэтому я вам говорю, или же жёлтый, или шартрес. В крайнем случае, если у вас по каким-либо причинам нет, можно использовать и вот такое пёрышко гризли. Тоже будет работать. Закрепили. И вплоть до использования пухового пера проведён намоточку. В идеале, конечно, было бы использовать марабу. Но, учитывая то, что у нас канал рассчитан на изготовление в любых условиях, без использования материалов, которые сложно достать, поэтому я предлагаю использовать вот такой вариант. он проверенный и тоже работает. Промотали для того, чтобы не создавать нам здесь шею. Проверим, позволяет перо, позволяет пройти. И теперь, друзья, берём аккуратненько, крепим так, чтобы следим, наша нить не уходила на конус. Прихватим перо парочкой раз. Вот так. Отрежем остатки, сделаем завершающий узел. Закрепили нить, и наш стример готов к работе. Как вы видите, сложных материалов в изготовлении у нас нет. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Довольно-таки уловистая модель. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.